Продолжение следует... 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 курс будет не 60, а меньше, соответственно, меньше будет девальвация рубля. То есть чиновники, сделав этот шаг, пошли навстречу президенту, в том числе, который просил очень многих обратить внимание взора на российскую валюту, потому что российская валюта очень сильно девальвировалась, из-за этого очень сильно выросли цены в магазинах, потому что Россия страна импортирующая, как, допустим, там и машина, и оборудование, и техника бытовая, и также товары потребительские, непосредственно продовольственные товары, в основном у нас Россия импортирует, а не производит на внутреннем рынке, поэтому девальвация валюты приводит к увеличению стоимости данных товаров и услуг, и, соответственно, растет инфляция. Поэтому мы в начале года и наблюдали очень сильный рост инфляции. По итогам февраля в годовом исчислении инфляция была чуть выше 16%. Ну и также еще один момент был, который тоже необходимо обязательно уточнить. Это российские корпорации, которые получают значительную часть выручки в валюте, они стали продавать валюту, также по просьбе президента, и в итоге мы увидели, что стал снижаться спрос на эту валюту. Если изначально спрос был достаточно высокий, то когда корпорации стали валюту продавать, получают спрос ужасла. Вот можно выделить основные эти причины, которые способствовали укреплению российской валюты. И теперь, когда мы уже достигли уровня 50 в паре доллар-рубль, даже мы его прошли чуть ниже сегодня, доходили до 48.80, теперь, безусловно, всех интересует вопрос, что же дальше будет с российским рублем, поэтому сегодня мы об этом и поговорим. Сегодня мы проводим как раз специальный тематический вебинар на эту тему. Поговорили о причинах, теперь непосредственно необходимо перейти к монетарной политике Банка России, потому что тренды на валютном рынке, они у нас формируются центральными банками, и вот с 17 декабря 2014 года СБРФ поднял ключевую ставку до 17%. Если мы посмотрим на график российской валюты, то у нас получается, что пара доллара, евро-доллар, что пара, не евро-доллар, простите, а пара евро-рубль, что пара доллар-рубль, мы в итоге видим, что у нас как раз именно в этот день, 17 числа, и был пик, то есть установлены были исторические максимумы в данных валютных парах, или напротив, исторические минимумы по российской валюте. В России была самая большая девальвация, причем был такой парадокс, что Центральный банк принял свое решение, по сути дела, ночью. Ночью у них было заседание такое экстренное, в итоге рано утром объявили о повышении ключевой ставки до рекордного уровня 17%, тогда ставка до этого времени была 10,5%, то есть на 6,5% сразу же разом подняли, и все ожидали, что российская валюта сразу же развернется и будет расти, тем не менее, мы увидели напротив снижение, то есть рынок пошел против этого решения, и в итоге все стоп-лоссы и все маржин-коллы, которые можно было собрать, в итоге были собраны. Сначала рынок вычислил всех, кого только можно, и затем уже развернулся вниз и пошел непосредственно по фундаментальным факторам, поэтому такой событий тоже на рынке бывает довольно часто, когда, допустим, рынок в целом может пойти против действий Центрального банка, на некоторое время, еще раз подчеркну, то есть долго это длиться не может, но вот в течение пары часов рынок пошел против Центрального банка, сходил наверх очень сильно, в итоге многие получили стоп-лоссы, те, кто открывали покупки рубля в расчете на то, что раз СБ ставку поднял, надо сразу же покупать рубль. С точки зрения экономики, макроэкономики, все было сделано правильно, но рынок в итоге всех обошел и в итоге пошел наверх. Затем уже, когда все, кто только можно, получили и стоп-лоссы, и маржин-коллы, мы увидели разворот и в итоге очень сильно скатились и быстро, причем скатились вниз. И вот такое событие, но если посмотреть на графики, причем не только, допустим, валютных пар с российским рублем, но и вообще любых других инструментов, когда у нас появляются такие длинные шпильки, если посмотреть на японские свечи, на график, то есть такие длинные тени вверх или вниз, это указывает на то, что мы установили какой-то существенный, допустим, либо максимум, либо минимум, который еще долгое время не будет переписан. Так происходит в истории, если посмотреть на историю графиков, взять что валютный рынок, что фондовый рынок, что товарный рынок, если вы увидите такие очень длинные тени, и затем рынок развернулся в обратную сторону, то обычно такие мани максимумы или минимумы, в зависимости от того, куда была тень, если тень была наверх, то максимум, если тень была вниз, то минимум, такие экстремумы рынок обычно долго не переписывает. Что в итоге у нас случилось? Установив такой экстремум, в итоге мы сейчас наблюдаем, что уже вот 17 декабря это было, сейчас у нас 16 апреля, получается завтра будет 4 месяца, как мы в итоге корректируемся, что такая 4-месячная коррекция, получается среднесрочная. Так вот, ставки подняли, это с одной стороны поддержало рубль, безусловно, мы видим укрепление российской валюты, но это негативно для экономики, экономика стала испытывать большие проблемы, все побежали, и банкиры, и предприниматели побежали к чиновникам, и стали требовать, чтобы ставки понизили, потому что это крайне негативно для экономики, потому что сейчас в России крайне мало отраслей, где можно получать высокую рентабельность, то есть чтобы покрывать, допустим, такие ставки. Если у нас ставка в ЦБ 17, то под эту ставку кредитуются коммерческие банки, у которых есть, что оставить в залог под такую ставку, то есть обычно под такую ставку кредитуются наиболее крупные банки, там из первых, из рейтинга топ-50 российских банков, или даже, может быть, чуть меньше, там топ-30. Так вот, допустим, они кредитуются у ЦБ под 17, соответственно, делают свою маржу, то есть добавляют к этим 17 еще процентов, 10 получается 27, и как минимум 27 получает ставка для юридических лиц, для первоклассных заемщиков, то есть для тех компаний, у которых стабильное положение на рынке, и плюс у них также есть что в залог внести данного кредита. Соответственно, если компания небольшие, средних размеров, не относится к первоклассным заемщикам, то в итоге они не получат кредит под даже 27%, они будут получать на еще большую ставку, потому что банкиры также все эти риски учитывают, соответственно, чем выше риск заемщика, тем выше ставка. Это мы говорили о юридических лицах, для физических лиц там ставка еще выше, то есть там ставки по 35 были, под 40. Приношусь, извините, немного простудился. Были также банки, и они до сих пор есть, которые кредитовали под 70% годовых, и есть люди, которые берут такие кредиты, поэтому, в общем, все это крайне негативно для экономики. И смотрите, что в итоге у нас произошло на рынке. У нас в первую очередь на облигационном рынке возникла инвертированная кривая доходности, инверсия так называемая, когда краткосрочные ставки стали опережать долгосрочно. Это ненормальная ситуация. Как в целом для рынка процентных ставок, так и в целом для экономики. Когда у нас наблюдаются инверсии, это сигнализирует нам о том, что у нас, во-первых, будет спад в экономике, и, во-вторых, через некоторое время ЦБ начнет ставки снижать, чтобы эта инверсия стала нивелироваться. Что в итоге мы и увидели. Обычно, если посмотреть на статистику американскую, в Америке очень много инверсий было, когда ФРС очень агрессивно повышал ставки, и они стали краткосрочные ставки опережать долгосрочные. То есть, допустим, там облигации двухлетние, опережали облигации двадцатилетние, тридцатилетние, десятилетние. Так вот, если посмотреть на анализ именно американских, когда у них были инверсии, то обычно монетарный регулятор через шесть месяцев начинал снижать ставки от момента появления инверсий. То есть, если, допустим, у нас получается 16 декабря, если применять американскую терминологию, то у нас должно было быть снижение ставок начаться. Причем именно цикл снижения не просто разовое, а снижение, чтобы в итоге эта инверсия начала уходить. 17 июня, получается, через полгода. Даже нет, не 17 июня, а получается это... Да, все правильно. 17 июня, это если американскую терминологию применять. Но у нас Россия, мы идем своим путем всегда и везде, и во всем. Поэтому здесь ставки были понижены буквально через полтора месяца. То есть, решили действовать гораздо раньше. И вот такой парадокс. Сначала загнали резко вверх, не понимая, что в итоге делать с российской валютой. И для того, чтобы не допустить коллапса валютной системы и банковской системы, ставки загнали вверх. С одной стороны, они не допустили коллапса именно по российскому рублю, зато очень сильно потрепали нервы банкирам, у которых возник кассовый разрыв. У них не было денег для того, чтобы закрывать дыры на балансе. И тогда был такой период, я очень много читал сообщений в интернете о том, что именно для юридических лиц, для тех, кто готов принести на депозит большие суммы денег, допустим, там 30 миллионов, 40 миллионов, коммерческие банки, крупные коммерческие банки, которые, допустим, всегда кредитовали, не кредитовали, а всегда предлагали депозиты для физических лиц, там 6-7 процентов. Это самый большой даже банк России. Все о нем знают, который всегда рядом находится. Так вот, этот банк, который находится всегда рядом, он для юридических лиц предлагал ставку на депозит 30 процентов, то есть банку нужны были срочные деньги. Причем, сами подумайте, если это банк номер один в России, которому срочно нужны деньги, который готов давать своим вкладчикам, юридическим лицам 30 процентов, то это значит, что у него большие проблемы. Соответственно, если большие проблемы у банка номер один, что тогда у нас происходит в целом в банковской системе, там, видимо, дела еще более негативные. Поэтому такой период был. Нервы у банкиров потрепали, нервы банкиров потрепали очень сильно, монетарные регуляторы российские, и в итоге приняли решение в конце января уже ставку снижать. У нас ближайшее заседание Центрального банка Российской Федерации состоит с 30 апреля, и здесь уже на рынке очень много слухов, ходят о том, что ЦБ вновь впадет на уменьшение ставки. Я тоже думаю, что ЦБ впадет на уменьшение ставки, потому что если они начали этот цикл снижения, чтобы нивелировать эту инверсию, значит, они и будут его продолжать. Поэтому можно ожидать снижения ставки на 0,25%, на 0,5%. Кто-то говорит о том, что на 1%, но я не думаю, что на 1% будут снижать, будут снижать, на мой взгляд, постепенно, либо на 0,25%, либо на 0,5%. К тому же, как у нас говорят представители Центрального банка России, в итоге у нас уже снижается инфляционное давление, то есть инфляция по их ожиданиям вновь опустится до уровня прогнозного в 2014 году до 7%. То есть если посмотреть на отчет непосредственно за февраль, там 16,5% практически, соответственно, за счет чего она будет спускаться до 6%, тоже непонятно. Но вот они на это надеются очень сильно, и в этой связи говорят о том, что ставку уже можно потихонечку опускать. Соответственно, когда ставка опускается, это негативный фактор для валюты. Если ставка растет, то это позитивный фактор для валюты, если ставка опускается, то это фактор негативный для российской валюты. И вот здесь на слайде представлена четкая картинка, то есть сначала у нас ставка ключевая была крайне низкая, 5,5%, в 2013, в начале 2014 года, затем первое повышение, чтобы остановить первый этап от девальвации российской валюты, затем уже дальше второе повышение. И вот это резкое повышение. 17 декабря ночью было экстренное заседание, и в итоге оно помогло, безусловно. Конечно, сначала рынок всех продавил, то есть укатал всех как асфальтовый каток. Все, кто могли, получили стоп-лоссы, маржин-колы, затем уже был сильный разворот и мощный разворот. И в итоге это решение, безусловно, поддержало российскую валюту. Сейчас мы видим снижение ставок, и дальнейшее снижение получается уже будет обратной реакции. То есть этот фактор уже не будет так поддерживать российский рубль, как поддерживал ранее, когда ставка была 17%. То есть высокие ставки, они делают крайне привлекательными продажи российской валюты против его конкурентов, потому что основные конкуренты, это первый конкурент доллар, второй конкурент евро. У американской валюты ставка 0,25, от 0 до 0,25. Этот диапазон ФРС определила. В еврозоне всего лишь навсего 0,05, а у российского рубля было 17%. Соответственно, колоссальная разница. И здесь крайне тяжело спекулянтам давить на российскую валюту. И все в итоге приняли решение закрывать эти лонги в парах доллар-рубль, в парах евро-рубль. И в итоге вот мы увидели такое сильное укрепление, сильное снижение. Так, я вижу, поступили вопросы. Сейчас я на них отвечу. Почему ЦБ России не может уронить процентную ставку до приемлемых уровней? Какая-то проблема в экономике? ЦБ, Олег, благодарю за вопрос. ЦБ поднял ставку для того, чтобы нивелировать все эти негативные ожидания по российской валюте. То есть мы все знаем по закону макроэкономики, если ставка поднимается, то, соответственно, предложение денег в экономике уменьшается и появляется спрос на эту валюту. То есть валюта начинает дорожать. Поэтому у ЦБ ничего не оставалось делать, как поднимать ставку. У ЦБ было два инструмента. То есть первый инструмент проводить интервенции, второй инструмент поднимать ставку. Вот они ставку подняли. Почему они не проводили интервенции? Вот здесь наиболее наглядно представлена уже динамика на этом слайде. Это график золота валютных резервов. Я думаю, все трейдеры, которые торгуют, здесь видят яркую тенденцию. Это очень сильная тенденция вниз. То есть тренд медвежий. Здесь все наглядно продемонстрировано. То есть вот мы начинали. Практически 480 миллиардов долларов. И вот мы к чему подошли. Уже менее 360. То есть золота валютных резервов уменьшаются 9 месяцев подряд. Соответственно, с такой скоростью еще годик-полтора. И от золота валютных резервов там мало что останется. Во-первых. Во-вторых, необходимо понимать, что золота валютных резервов это не все, скажем так, деньги, которые относятся к так называемым золотовольтным резервам. Они являются именно золотовольтными резервами. Вот если посмотреть, допустим, на другие центробанки, то у них есть четкое разделение. Допустим, есть золотовольтные резервы, которые может СБ тратить на свои какие-либо операции, на решение своих задач. Есть, допустим, различные другие фонды государственные. То в России для того, чтобы поднять свой статус, что мы мировая держава, что у нас большие ЗВР, в ЗВР впихнули все, что можно. У нас и резервный фонд правительства Российской Федерации относится к ЗВР вот именно к этой всей части, которая сейчас чуть менее 360 миллиардов. Это и фонд национального благосостояния тоже сюда относится. То есть все, что можно собрать, все деньги, которые были, собрали и все это впихнули в ЗВР. Но на самом деле ЗВР здесь меньше, то есть если убрать и фонд национального благосостояния, и резервный фонд, там уже гораздо меньшая цифра, чем 360. И, соответственно, СБРФ не может просто так взять и проводить интервенции. То есть они бы, конечно, хотели, но для них это крайне негативно, то есть они будут терять деньги. Поэтому они приняли решение поднимать ставку. Это убийство для экономики. Ну а что еще делать, если ЗВР крайне мало? Конечно, для нас с вами, средства массовой информации, они выступают и говорят о том, что у России очень много ЗВРов, но на самом деле ЗВРов крайне мало. И к тому же, если, допустим, ЗВРов было очень много, мы бы увидели именно интервенции, в первую очередь, а не такие повышения ставок, такие масштабные. Поэтому ЗВРов крайне мало. И в этой связи что делает центральную банку, если у него всего два, по сути дела, механизма? Это изменения монетарной политики и интервенции. Соответственно, интервенции проводить неразумно, без денег останемся, тогда поднимаем ставку, повышаем норму резервов для коммерческих банков и все, видим разворот по российской валюте. Для экономики это плохо, но с экономикой будем дальше разбираться. То есть сначала необходимо погасить панику. И в итоге вот такие события мы и наблюдали именно в декабре 2014 года. Правительство России как-то заработало на эваливации рубля. Вы знаете, Олег, я не знаю, как они заработали, но я думаю, отдельные лица, безусловно, заработали, потому что это инсайдерская информация. И, соответственно, если вы обладаете инсайдерской информацией, я думаю, вы также ей воспользуетесь. Наверное, все бы воспользовались, и не только в России, а вообще в любой стране мира есть инсайдеры, и они пользуются своей информацией. Поэтому, я думаю, какие-то отдельные лица заработали. Что касается в целом именно правительства, то есть именно как государственная структура, то есть что государство получило. Вот о девальвации валюты кто-то говорит о том, что у нас хорошо для экспортеров. Там экспорт у нас увеличится, конкурентоспособность продукции увеличится. Но конкурентоспособность продукции это какая? Если у нас Россия, это в первую очередь сырьевой экспортер. Вы много, допустим, знаете у нас экспортеров в автомобильной отрасли, допустим, в сельском хозяйстве у нас экспортеров много знаете. Я вот таких не знаю. То есть, конечно, какая-то продукция идет на экспорт, но она крайне маленькая. В основном у нас это нефть, газ, допустим, никель, алюминий, медь. Также еще и палладий очень сильно идет на экспорт. То есть здесь это именно та продукция, которая не зависит от того, чтобы ее, допустим, люди производили. А вот именно, допустим, автомобили или, допустим, какие-нибудь там станки. Или, допустим, сельское хозяйство, продукция, хоспродукция. Здесь у нас в России страна импортер. Посмотрите, допустим, выйдите на улицу, посмотрите, сколько у нас автомобилей на дорогах и посчитайте, сколько иномарок и сколько, допустим, отечественных. Оружие лучшее в мире тоже на экспорт. Да, оружие, Влад, я согласен, нет на экспорт. Россия, не только Россия, это, по сути дела, приемник Советского Союза. В Советском Союзе было два ключевых фактора развития экономики. Первый это ВПК, второй это сильный внутренний спрос. То есть и в итоге за счет вот этих двух факторов экономика Союза и держалась. Когда Союз перестал существовать, то ВПК досталась в первую очередь России. Ну, хотя и другие страны тоже получили эти кусочки. И Украина в том числе. Вот, допустим, говорят о том, что Америка и страны Евросоюза должны помочь Украине с оружием. Я вот думаю, зачем мне помогать, если у них от Советского Союза осталось очень много оружия и у них там очень много складов. То есть они уже сами, допустим, украинские военные продавали своим конкурентам по боевым действиям. Это же оружие. И вот такой непонятный абсурд, зачем им, собственно говоря, американское или европейское оружие, когда у них в советских времен осталось очень и очень всего много. В Советском Союзе оружия делали крайне много. Поэтому, возможно, в целом люди какие-то заработали, отдельные чиновники. Но вот для государства я лично не вижу каких-то преимуществ. То есть плавная девальвация это крайне позитивно. Но здесь у нас не было плавной девальвации, у нас был просто провал очень сильный, поэтому такие провалы они крайне негативны. Плюс, посмотрите, что касается непосредственно для внутреннего употребления страны. У нас резко возросла инфляция, цены на импорт резко увеличились. И в итоге, что мы имеем? Мы имеем снижение личного употребления. То есть сейчас у нас уже во всю ходит разговор о том, что по итогам первого квартала мы увидим снижение ВВП и, соответственно, рецессии. Поэтому девальвация плавная, она, безусловно, позитивна для таких вот развивающихся экономик, как Россия. Но еще раз подчеркну, это плавный. Допустим, мы видели курс доллар-рубль 33 в начале года. И, допустим, если была бы девальвация на 41-42, это нормально. Но когда девальвация с 33 сходила на 80, это уже ненормально. То есть для экономики это негативно. Я тоже паниковал, что на таких процентных ставках пострадает производственный сектор. Однако, глядя на статистику, производственный сектор парадоксально замедлил падение. Ну, что касается производственного сектора. Здесь еще трудно говорить о том, что он замедлил падение. Я думаю, все еще впереди и падение еще будет. Поэтому по первым отчетам пока судить трудно. Здесь у нас был и сильный провал, потом было восстановление. Поэтому пока что, получается, нет яркой такой динамики. И здесь необходимо лучше всего посмотреть именно на статистику за хотя бы два квартала. На Украине вообще ставка 30%. Алексей, вы совершенно правы. Но там тоже проблемы. Посмотрите, там ЗВР еще меньше. Если в России, даже если там отбросить и все фонды государственные, там все равно ЗВР больше 100 миллиардов, то на Украине там уже пересчет буквально можно эти ЗВР посчитать на пальцах двух рук. Поэтому здесь, я думаю, им просто вообще у них шансов не было что-либо исправить. Поэтому только поднятие ставки до 30%. То есть здесь тенденция повторяется. И в России, в Украине очень мало ЗВРов, соответственно, интервенции нежелательны, неэффективны. Неэффективны с точки зрения сохранения денег. С точки зрения эффективности именно, скажем так, снижения паники. Они эффективны, но вот с точки зрения сохранности денег они неэффективны. Поэтому и там, и здесь в итоге ставки повысили до заоблачных высот. Кроме Центробанка ничего графически не видно. Желательно что-то и графически. Уточните, пожалуйста, что такое, кроме Центробанк, графически. Вот здесь у нас есть слайд непосредственно по ставке. Здесь у нас слайд непосредственно по ЗВРам. То есть динамика 9 месяцев подряд наблюдает снижение. И снижение это достаточно такое сильное. Перейдем к следующему вопросу, который необходимо озвучить. Это, безусловно, рынок нефти. Потому что Россия у нас страна нефтезавидений, нефти, экспортер нефти, отправляет на нефть, нефть, простите, уже заговорился, отправляет нефть на экспорт. И в этой связи относится к товарно-сырьевым валютам. Поэтому рынок нефти для нее крайне важен. И, соответственно, если там есть позитивные тенденции, то это все тоже позитивно отражается и на рынке нефти. Если посмотреть на рынок нефти, вот здесь график представлен. То здесь мы видим коррекцию. То есть сначала нисходящий тренд, такой очень сильный. Я уже говорил, на 70 долларов по Brent провалились. И по WTI тоже очень сильно сходили вниз. Потом в середине января нащупали дно. И в итоге вот сейчас корректируемся. Была первая волна коррекции, потом коррекция-коррекция, если так это можно назвать. И сейчас вторая волна. Обновили мы накануне на максимум по Brent. Максимум, который мы видели в феврале 63.15. И сейчас немного снижаемся по данному сорту. Но уже практически восстанавливаемся. 62.96. То есть, в принципе, консолидируемся возле этой отметки. Что и еще раз доказывает силу уровня. И как только мы подходим к сильному уровню, мы консолидируемся. То есть, участники рынка некоторые фиксируют позиции. Некоторые набирают, наоборот, позиции. Некоторые думают. Поэтому и консолидация. На мой личный взгляд, среднесрочная коррекция, которая вот сейчас проходит, получается, уже 3 месяца. С середины января, вот посередину апреля. 3 месяца мы видим коррекцию. То есть, рынок нефти развернулся даже позже, чем российская валюта. То есть, российская валюта развернулась 17 декабря, а рынок нефти развернулся через месяц. Как раз это указывает на то, что именно ставки, те высокие ставки 17% от СБРФ, они стали одним из таких главных сильных катализаторов движения вверх по российскому рублю. То есть, укрепление российского рубля. То есть, смотрим не только на нефть, но и на российский Центробанк. То есть, на его действия, как мы уже сказали. Во-первых, он сейчас планирует ставки снижать. Об этом они сами заявили в начале апреля. То есть, это негативный фактор для российской валюты, снижение ставок. И, во-вторых, мы видим, что ЗВР истощаются. И все это тоже негативно, потому что СБРФ не сможет активно проводить интервенции. То есть, безусловно, интервенцию он проводить будет, однако не в том объеме, в котором бы им хотелось. И в котором можно было проводить, чтобы вот эту панику в итоге погасить. Поэтому два негативных фактора. Это снижение ставок и снижение ЗВРов негативно для российской валюты. Поэтому мы получаем два негативных фактора. От ЦБРФ. Динамика негативная для рубля. И сейчас смотрим на нефть. На мой взгляд, коррекция здесь также завершится. Завершится она в самое ближайшее время. Я думаю, если еще и будет некоторая консолидация по бренду от 62 до 67, она продлится не более чем 2-3 недели. То есть, либо мы развернемся в период с текущего дня, с 16 апреля до 29 апреля, когда у нас стоит заседание Федрезерва. Либо где-то в первых числах мая будет разворот по нефти. И я ожидаю снижения вниз. Почему я ожидаю снижения вниз? Можно выделить две причины, которые указывают на снижение нефтяных котировок. Первая причина – это запасы нефти в Штатах. Почему Штаты нам интересны? Потому что Штаты – это экономика номер один. Они больше всех нефти потребляют. Соответственно, нам интересно, что же у них происходит. А происходит у них в целом такая тенденция, что запасы растут. Сейчас запасы находятся на 80-летнем максимуме. То есть, такой очень сильный рубеж, очень сильный экстремум. И если посмотреть на динамику, то мы видим, что в целом у нас тенденция рост. Причем этот рост начался особенно активно, как раз когда у нас разворот по рынку нефти пошел. Мы сейчас говорили на предыдущем слайде, что в середине января месяца нефть нащупала дно, и бренд WTI началась коррекция. Вот первая волна, а потом вот сейчас вторая волна коррекции у нас продолжается. То посмотрите вот на динамику, на график непосредственно запасов сырой нефти в Штатах. Здесь динамика за последний год. Вот, и с апреля по апрель, с апреля 2014 по апрель 2014. Вчера вышли данные, запасы уменьшились. Вот этот столбик самый последний. Но, тем не менее, в целом тенденция край негативная. То есть, рост запасов был, и он очень сильный. И в итоге запас находится на 80-летнем максимуме историческом. Если посмотреть на эту динамику, то мы видим, что как только у нас в январе случился разворот на рынке, у нас также пошли вверх запасы. То есть, рынок, получается, стал игнорировать этот фундаментальный фон. У нас коррекция в январе, во второй половине, в феврале, в марте была по нефти. И то же самое у нас отмечалось и рост запасов. Второй половине января, в феврале, в марте. И вот сейчас в апреле на минувшей неделе был очень сильный рост, практически рекордный. Если мы посмотрим, рекордный недельный прирост за последний год. На этой неделе, конечно, у нас данные вышли, продемонстрировали снижение. Но здесь тоже все логично, потому что, когда у нас сильный рекорд отмечается, сильный рост, затем идет некоторое замедление, некоторое снижение. Поэтому запасы растут. Причем запасы растут, несмотря даже на то, что у нас наблюдается сокращение буровых установок. Есть такая в Америке компания нефтесервисная. Там много нефтесервисных компаний. И вот компания Baker Hughes есть такая, которая как раз и каждую неделю по пятницам публикует свои релизы. Вот завтра будет очередной релиз. Примерно в 6 вечера по Москве данные релизы выходят. То есть в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже торги начинаются на Найсе в 16.30. И вот через некоторое время, через час, через полтора, Baker Hughes публикует свой релиз. И здесь мы видим, что несмотря на то, что Baker Hughes указывает на сильное сокращение числа буровых установок, тем не менее, у нас наблюдается рост запасов. То есть такой вроде бы тоже парадокс. Буровые закрываются, запасы растут. Тогда с чего они растут? Тогда можно сделать вывод, что закрывают в первую очередь буровые те, которые низкоэффективны. То есть у которых низкая рентабельность. А те буровые, которые пока сносительно высокую рентабельность, сносительно среднюю рентабельность, их по-прежнему... Приношу свои извинения. И они по-прежнему работают, то есть их никто не закрывает. И, соответственно, мы видим, что рентабельные буровые нефть добывают, нефть качается и запасы по-прежнему растут. Поэтому вот такой парадокс вроде бы. То есть кто-то говорит о том, что вот смотрите на Baker Hughes, буровые сокращают, значит все. Скоро у нас будет уменьшение запасов, уменьшение предложений. И в итоге мы увидим рост именно цен на нефть. Но мы смотрим на количество буровых, они сокращаются. И тем не менее смотрим на рост запасов, запасы увеличиваются. Поэтому получается, что на запасах это никак негативно не сказывается. Действительно, буровые сократились, вы совершенно правы, на 50%. Тем не менее, мы видим, что запас на 80-летнем максимуме. И мы не видим этого позитивного эффекта от количества буровых. Получается, они ее не продают. Влад, вы совершенно правы, они ее не продают. Вообще Америка не любит нефть свою продавать. У них очень много хранилищ. И они нефть закачивают в эти хранилища на черный день, как они говорят. То есть, видимо, закачивают черное золото на черный день. Видимо, день будет очень черный, поскольку нефти очень много закачали. Даже я боюсь себе представить, что же там за черный день по их ожиданиям ожидается в будущем. Потому что у них очень большие запасы, очень много нефтехранилищ под землей. Вот, допустим, Россия напротив. Транжирит все налево и направо. То есть, причем именно на экспорт сырую нефть. Даже не продукты нефти переработки. То есть, на этом можно получать дополнительные доходы. То есть, сначала нефть добыли, потом ее обработали. И в итоге нефтепродукты отправили на экспорт в Россию. И так делать не хотят. Сразу же сырую нефть. Там эта сырая нефть, допустим, в Европе или еще где-то обрабатывается. И затем уже в Россию нефтепродукты поступают. И в итоге мы получаем наши же, грубо говоря, нефтепродукты. В кавычках получаем за высокую оплату. Поэтому в Америке у них процесс поставлен по-другому. У них все в хранилище закачивается. И плюс они не любят, так скажем, продавать нефть. Есть у них компании, которые могут продавать нефтепродукты. Вышел такой указ в минувшем году. Двум компаниям разрешили продавать на экспорт нефтепродукты. Но, тем не менее, крайне малая доля, в основном у них вся нефть для внутреннего пользования, с одной стороны, и с другой стороны, закачивается в хранилище. Поэтому мы здесь и видим, что пока что количество буровых никак не сказывается на именно запасах, потому что запасы должны тогда снижаться. Это первый фактор. И второй фактор – это Иран. Исламская республика Ирана уже тоже очень много об этом говорили. Много информации ходило об этом, что санкции будут сниматься с Ирана. Конечно, санкции будут сниматься не сейчас. Там еще весь процесс только подготовки. Кто-то говорит о том, что в мае, кто-то говорит в июне, кто-то говорит в июле. Ну, в общем, вот называется такой период времени, когда Иран может выйти на рынок нефти. И этот фактор тоже будет оказывать давление, то есть предложение от Ирана также увеличит общемировое предложение, и дисбаланс спроса еще больше усилится. И в этой связи мы увидим также давление на нефтяные котировки. Плюс еще если посмотреть, допустим, на в целом мировую экономику, она также у нас демонстрирует замедление, и Штаты показывают замедление, и Еврозона показывает замедление, и Великобритания. И Китай на этой неделе отчитался о том, что начинается уже замедление, о том, что можно забыть о 8-9% росте ОВП. Сейчас они уже готовы, допустим, и на более скромные результаты. То есть в целом потихонечку мировая экономика замедляется. Когда экономика замедляется, это вызывает снижение потребления нефти. То есть спрос будет потихонечку уменьшаться. Соответственно, уменьшение спроса, а предложение, оно не уменьшается, а может только увеличится за счет иранского фактора. Соответственно, мы вновь увидим еще больше дисбаланса. То есть дисбаланс уже присутствует, но он еще больше усилится, и поэтому все эти факторы будут отыгрываться участниками рынка. Пока что мы видим, что запасы очень сильно выросли в этот период с середины января по середину апреля. Тем не менее, мы видим за этот период с середины января по середину апреля коррекцию на рынке нефти. Но рано или поздно, скорее рано, чем поздно, этот фактор будет отыгран. И все сразу же вспомнят о том, что и запасы очень сильно выросли в Штатах, и то, что с Ирана будут санкции снимать, и о том, что экономика мировая замедляется, и так далее, и тому подобное. И на мой взгляд, в итоге мы увидим движение по нефти вниз. То есть это одна сторона медали. Вторая сторона медали, это непосредственно сама американская валюта. Поскольку, если мы видим рост котировок доллара на рынке Форекс, то это приводит к снижению цен на нефть, потому что стоимость нефти динаминирована в американской валюте. И напротив, если доллар снижается, то нефть растет. Что мы сейчас наблюдаем по индексу доллара? Это корзина американской валюты, корзина американского доллара к шести валютам. Так вот, эта корзина у нас демонстрирует коррекцию. То есть сейчас пока именно коррекция. Здесь представлен недельный график, недельные свечки японские. И здесь мы видим именно коррекцию последние несколько недель. Получается вот три и вот шестая, шесть недель. Мы видим коррекцию. То есть сходили до психологической отметки 100 по индексу доллара. Психологический уровень, круглый уровень. До этого уровень был 90. Теперь дошли уже до 100. И вот сейчас консолидируемся. То есть коррекция. Как только дошли до 100, мы скатились вниз. Скатились до 95. Потом от 95 пошли опять на 100. На этой неделе вновь сходили к отметке 100 по индексу доллара. Даже тестировали чуть выше. И опять сходили вниз. То есть пока что трейдеры не горят желанием пробивать отметку 100. То есть как только мы к ней подходим, опять вновь видим снижение. То есть фьючерсы на индекс доллара корзина продают. Но в целом, если посмотреть на тенденцию. То есть мы видим устойчивый тренд вверх. Здесь мы видим консолидацию. То есть позиции набирают. Кто-то набирает, кто-то фиксирует. Кто-то после фиксации вновь набирает. И если посмотреть в целом на структуру. Именно сейчас говорим о графическом анализе, о техническом анализе. То этот сигнал получается на продолжение тенденции. То есть сначала мы имеем тенденцию. Затем мы имеем консолидацию. Боковик или как еще есть фигура графическая. В графическом анализе прямоугольник. Прямоугольник это фигура продолжения. И можно ожидать продолжения восходящей тенденции наверх. Если посмотреть в целом фундаментальный фон, то доллар тоже выглядит привлекательно. Не так привлекательно, как ранее, как в году минувшем, в 2014. Тем не менее, пока что позиции доллара сильны. Просто на фоне того, что его конкуренты выглядят еще более слабыми. То есть сейчас доллар силен не за то, что американская экономика такая сильная. А за счет того, что другие экономики более слабые, чем американская экономика. И получается есть спрос на американскую валюту. Поэтому мы получаем такой долгосрочный прогноз по доллару. Что сейчас мы видим, что тренд был у нас вверх на недельных свечках. То есть видите, очень хороший такой тренд. Тренд устойчивый вверх. Сейчас мы видим консолидацию фигуры прямоугольника. По графическому анализу можно как угодно это называть. Или флэт, или боковая тенденция. Это в целом все одно и то же, только называется по-разному. И соответственно мы должны увидеть выход наверх из этой консолидации в направлении основной тенденции. И получается данный фактор тоже негативный для нефти. Как мы уже говорили, если доллар растет, то нефть снижается. Потому что стоимость нефти доминирована на американской валюте. Почему можно ожидать выхода наверх? Потому что сейчас рынок валютный живет слухами о том, что Федрезерв будет увеличивать ставки. Я думаю все в курсе, то есть все в курсе этих слухов, слухи такие на рынке есть. Кто-то говорит о том, что в июне, кто-то говорит, что в сентябре, то есть много мнений. Некоторые представители Федрезерова говорят, что уже на апрельском состоянии отставки повышать. Есть там такие головы агрессивные, которые об этом уже не один раз говорили, что чем раньше, тем лучше. Там и Плоссер, и Фишер, и другие участники. В основном Плоссер активно выступает за увеличение ставок. И в этой связи рынок пока что живет этими слухами, он и дальше будет жить этими слухами. И как только слухи будут усиливаться, они будут усиливаться. То есть чем ближе мы будем подходить к лету, к июньскому заседанию, тем больше будет на рынке слухов. Потому что пока что рынок в большей степени ожидает повышения ставок именно в июне, на июньском заседании. Поэтому мы и увидим как раз именно к этому месяцу, к этому времени выход из этой консолидации. Потому что будут наращивать лонги на этих слухах. То есть покупай на слухах, продавай на по факту. Поэтому на слухах будут покупать и покупали ранее, и сейчас будут продолжать покупать. А уже по факту могут как раз и закрыть позиции, и мы увидим коррекцию. Поэтому пока что, в целом, если посмотреть на тенденцию, то мы видим несколько ключевых факторов, которые оказывают негативное влияние на рынок нефти. И можно сделать вывод, что коррекция несрочная будет завершаться. И мы увидим снижение нефтяных котировок. Так, я вижу, поступили вопросы, сейчас на них ответим. И мы затем уже непосредственно перейдем к прогнозу по российской валюте. Так, Александр, прокомментируйте следующий. Смотря на то, что сегодня главная причина вала рубля падающая нефть, происходящая в последние месяцы, девальвация рубля, на наш взгляд, по-прежнему так остается избыточной. Ее можно подсчитать, если исходить, например, из оценки Минфина, что снижение цены на нефть на 1 доллар за баррель сокращает доходительский бюджет на 70 миллиардов. Так, так, так. Рост курса доллара действительно увеличивает бюджетные доходы. Извините за большую цитату. Олег, благодарю за комментарии. Что касается... Приношу свои извинения еще раз. Кашля, тех не могу вылечить. Растудился. Погода такая нестабильная. Волатильная такая погода в России. То тепло резко, то холод. В общем, везде у нас волатильность повышенная. Так вот, что касается этого комментария, то смотрите, здесь у нас бюджетная модель Минфина 3370. Делим на 62 доллара, допустим, баррель и юрлс. Получаем 54. 54 с копейками. Что мы видим сейчас? Мы сейчас видим 50. То есть никаких 54 мы не видим. Поэтому получается, да, российский рубль отклонился от бюджетной модели. И, соответственно, чем больше это отклонение, тем меньше поступает дохода в бюджет. Откуда тогда берутся деньги, скажем так? Где деньги ЗИН, как говорили в одном фильме? Так вот, деньги из резервного фонда. Правительство также это утвердило, что дефициты, возникшие как раз за счет пересмотра этой модели, рублевого барреля, будут как раз и оплачиваться за счет средств резервного фонда. То есть за счет тех самых средств, которые официально включены в ЗВР. То есть мы сейчас наблюдаем, что должен быть курс доллара к российскому рублю 54 по бюджетной модели Минфина. Тем не менее, мы его не наблюдаем. То есть должен быть, но нет его, соответственно, на 4 рубля он меньше. Соответственно, получаем дефицит. То есть денег российского казана не насчитывается. И, соответственно, эти деньги будут брать из фонда резервного. Соответственно, ЗВР будут еще больше уменьшаться. Соответственно, ЗВР уменьшаются. У ЦБ еще меньше шансов проводить интервенции. То есть их проводить будут, но их будут проводить очень мало и на низких оборотах. Соответственно, как только начинается нестабильность на рынке нефти, мы уже говорили, почему она может быть, то российский Центробанк особо вмешиваться не будет. Потому что у него крайне мало ЗВРов. И плюс ЗВР потихонечку все уменьшается. Уменьшается, уменьшается. В том числе и за счет того, что занимают деньги из резервного фонда на покрытие этого дефицита. Поэтому для российской валюты сейчас будут крайне тяжелые времена. Как только нефть развернется, мы увидим очень быстрое. Я еще раз подчеркну, очень быстрое. Не то, что даже такое сильное движение, а быстрое движение. Движение будет очень быстрым. И в него даже могут многие не успеть. То есть очень быстрое будет изменение котировок по российской валюте. Так, значит, хранилища США нефти частные или государственные? Государственные. Так, уровни по рублю к доллару и евро. Александр, сейчас поговорим об этом. Минуточку подождите, пожалуйста. Отвечу на вопрос и сразу же к этому перейдем. Так, что главнее, индекс доллара или все же нефть? Кто за кем ходит или? Олег, важны все факторы. И факторы фундаментальны непосредственно на рынке нефти. И также необходимо смотреть на индекс доллара, потому что нефть динаминирована в американской валюте. Что WTI, что Brent. Поэтому смотрим за индексом доллара в том числе. Вот главные факторы, которые на рынке нефти сейчас в данный момент, они важны и интересны всем трейдерам. Это запасы в Штатах. Это иранский фактор. И индекс доллара. Смотрим на американскую валюту. И четвертый фактор – это состояние глобальной экономики. То есть спрос будет увеличиваться или уменьшаться. Пока что по текущим макроэкономическим релизам спрос будет уменьшаться в текущем году. Вы считаете, что индекс причина, а не в следствии? Нет. Здесь нет причины именно в индексе доллара. Причины основные я уже назвал, то есть их несколько, в том числе и индекс доллара. Не бывает одной только важной причины, главной. Всегда причин несколько. Почему в терминале на данный момент нельзя открывать позиции по валютной паре связанной с рублем? Иван, уточните, пожалуйста, свой вопрос непосредственно в службе поддержки клиентов. И там ответят на ваш вопрос. Можно позвонить по бесплатной линии 8800, которая указана на нашем сайте. Можно написать в онлайн-чат. Все контакты есть на нашем сайте. На главной странице есть контакты. И там вам ответят на этот вопрос. Просто я занимаюсь торговлей, аналитикой. Я некомпетентно отвечу на этот вопрос. Обратитесь непосредственно к ответственным специалистам. Можно открывать позиции, но при кредитном плече 1.25. Сделан из-за слишком большой волатильности. Вот Влад вам ответил на ваш вопрос. Влад, благодарю за комментарий. Так, еще поступили вопросы. Могли бы вы подсказать формулу расчета рубля по ЮРЛС? Александр, уточните, пожалуйста, поподробнее. Я что-то пока не понимаю, что за формула расчета рубля по ЮРЛС. То есть, 3370 это бюджетная модель Минфина на текущий год. Пересмотренная модель. Изначально она была выше. 3700. То есть, в том году была 3600. Потом сделали 3700. Потом поняли, что погорячились. В итоге сделали 3370. 3370 делим на нефть. Да, вы совершенно правы. 3370 рублей делим на нефть марки ЮРЛС. Получаем ориентировочный курс рубля к доллару. Еще раз подчеркну ориентировочный, потому что, как мы видим, сейчас отклонение от этого курса. Отклонения бывают. Они были и в том году, и в году 13-м, и в 12-м. То есть, каждый год есть отклонения по данной модели. То есть, не стоит думать, что вот эта модель, она прям вообще идеальная, стопроцентная. И вот только по этой модели рынок и живет. Нет. Отклонения были не только в этом году и до сих пор происходит. Отклонения были каждый год. И всегда необходимо отметить, что эти отклонения всегда нивелировались. То есть, все возвращалось на круги своя. Поэтому текущее отклонение, оно также будет нивелировано. И все вернется на круги своя. И в итоге мы увидим именно эту модель. Поэтому, чем больше отклонения по времени, тем оно быстрее будет нивелировано. А мы уже видим очень такое большое отклонение. Так. Изменение объема запасов нефти. Несильный индикатор. Вы в обзорах обычно отмечаете запасы. Важный показатель. Олег, вы знаете, данный индикатор не отмечаем, потому что, в первую очередь, он играет важную роль на рынке нефти. Если у нас время остается, говорим о других инструментах. Сначала говорим о валютах. Поэтому будем, в том числе, говорить и об этих запасах. Обязательно, вы совершенно правы, их тоже необходимо уточнять. Благодарю вас за обратную связь. Обязательно теперь будем об этом говорить. Запасы нефти каждый четверг публикуют. Олег, их традиционно по средам. Данные по терминалу в Кушенге обычно, необычно, а всегда в 17.30. Вот сейчас по летнему времени и по зимнему времени в 18.30 по Москве. То есть сейчас мы получаем эти данные каждый день в среду в 17.30 по московскому времени. Так, видимо, все вопросы уже ответил. Тогда перейдем к заключительной части нашего вебинара. В составе непосредственно прогноз, что же нам в итоге делать. Мы посмотрели на все фундаментальные факторы. Они указывают на то, что для российской валюты начинается такой тяжелый период. То есть коррекция завершается и на рынке нефти, и по рублевой валюте. И также видим мы на то, что резервы ЦБ истощаются. Соответственно, ЦБ не сможет активно поддерживать российские рубли. И в этой связи сейчас включим наш торговый терминал Медтрейдер 4. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола. Да, отлично. Благодарю всех за обратную связь. Тогда еще раз возвращаемся к нашему графику. Здесь график российской валюты. То есть сейчас мы видим котировку 49.50. И находимся мы возле уровня поддержки, который у нас был установлен в ноябре 48.62. Если посмотреть непосредственно на динамику, то вот здесь мы видим, что у нас были дивергенции. Особенно они видны на недельных свечках. Вот недельный график. Вот мы здесь видим максимум. Такая длинная тень. То есть вот сделали мы существенный максимум, и в итоге мы дальше движемся вниз. Вот смотрите, вот была первая волна коррекции. Затем откат, сейчас вторая волна коррекции. Получаем такой зигзаг, и разворот уже где-то близко. То есть все факторы указывают на то, что разворот уже где-то близко. Откорректировались очень сильно, уже даже отклонились от бюджетной модели Минфина. Как мы сейчас сказали, 54 должно быть. Должна быть котировка доллар-рубль, а она у нас 49.50. И как Олег писал нам в чат, российский бюджет недополучает большое количество денег. Соответственно, это крайне негативно для бюджета, на что же мы с вами все будем жить, если деньги бюджет не получают. Как я уже говорил, дефицит будет финансироваться из фонда резервного. А резервный фонд входит в структуру ЗВР, соответственно, ЗВР уменьшается, будут дальше уменьшаться. Уже не 9 месяцев, а 10 месяц мы увидим уменьшение ЗВР. И в этой связи мы вот здесь видим тоже дивергенция была, то есть вот на недельках дивергенция, сходили мы вверх, рынок сходил против всех, кого только можно, и затем уже полетели вниз. Получается, сейчас по RCI на недельках мы находимся на 36, то есть дивергенция, она уже отыграна. Если посмотреть на дневные свечки, то здесь уже напротив, если до этого была дивергенция в зоне перекопленности, то сейчас уже дивергенция в зоне перепродности. Вот мы видим, у нас первый по RCI, так, сейчас здесь просто не совсем видно, наверное, сделаем так, еще повыше поднимем, чтобы было более понятно, что у нас было установлено за экстремум на RCI. 17,27 по RCI значение было, и сейчас уже мы видим 19,94, то есть дивергенция. Дивергенция – это когда у нас есть расхождение. Получается, у нас цена сделала новый минимум, а осциллятор новый минимум не сделал. Если кто не знает, что такое дивергенция, я вот сейчас рассказал, вот получается у нас вот такое повышение на графике осциллятора, а у нас цена пошла вниз. То есть на дневках дивергенция уже стоит, это значит, что вот разворот где-то, где-то близко, то есть ждем. Не обязательно, что сегодня, но может быть даже и сегодня. И вот тоже многие сегодня говорили о том, что президент России выступает, еще рубль вниз сходит. Но вот видим, что свечка-то дневная пока что бычья, то есть, хотя такая небольшая, но тем не менее бычья. И если посмотреть на часовые свечки, то видим, что мы даже сначала первый час открыли снижением, а затем уже подрастали. То есть, когда президент стал выступать, мы увидели рост козировок пары доллар-рубль. Почему говорим о данной валютной паре? Потому что она у нас основная, евро-рубль, не евро-рубль, а евро к российскому рублю тоже можно рассматривать, но в целом там тенденция будет такая же. Единственное, в чем отличие, с учетом того, что у нас евро сейчас крайне слабая валюта на Форекс, в этой связи получается российская валюта будет также расти и по отношению к евро, и по отношению к доллару. Но к доллару будет расти быстрее и сильнее, потому что доллар-валюта все-таки сильная на Форексе, чем евро. Поэтому здесь для спекуляции больше интересна именно данная валютная пара. Поскольку факторы указывают на то, что можно ожидать продолжения негативной тенденции, мы говорили о том, что нефть будет разворачиваться. Все факторы на это указывают и говорили о том, что разворот уже возможен либо в период с сегодняшнего дня, начиная либо до 29 апреля, когда Федрезерв огласит итоги своего заседания. Почему я акцентирую внимание на Федрезерве? Потому что очень часто финансовые рынки разворачиваются на заседании центральных банков, на стане российского центробанка. Вот, допустим, мы смотрим дневные свечки, вот ЦБ принял решение поднять ставку 17 декабря, и вот мы видим, рынок развернулся, развернулся на среднесрочную коррекцию. Что еще раз доказывает тот факт, что на заседаниях центральных банков рынок разворачивается. 30 апреля у нас заседание центрального банка Российской Федерации. Возможно, как раз разорот будет уже именно здесь, то есть сейчас мы будем немного консолидироваться на отметке 50, там 48, 52 по российской валюте. 30 апреля ЦБ заседает, он говорил о том, что ставки будут снижать, и возможно, как раз именно это решение участники рынка валютного будут ждать. И на этом фоне, скажем так, на уже фактах буду закрывать свои позиции, и мы увидим разворот. Вот, то есть, вот можно ожидать разворота, то есть, крайне трудно сказать, именно в какой день, поэтому можно выделить такой период с 16 апреля, с текущего дня до 1 мая, можно ожидать разворота по российской валюте. И можно ожидать роста котировок в область 70, как минимум, рублей за 1 американский доллар. Вот это уровень у нас сопротивления, 71,25. Почему в область данного уровня? Потому что я все же думаю, что нефть у нас развернется, во-первых, и развернется очень сильно. То есть, будет тестировать минимальные значения текущего года, то есть, будет вторая волна распродаж, почему, мы уже говорили, какие факторы этому будут способствовать. И, соответственно, российская валюта также будет очень сильно девальвироваться. И если, допустим, она и не сходит на 78,48, это исторический максимум, то сходит вот на этот уровень сопротивления, который будет очень сильным. Сопротивлением 71,25. Текущая котировка 49,44. Получается, у нас есть потенциал для роста чуть более 40% от текущих отметок, даже если мы будем торговать без плеча. То есть, зайдем без плеча, один к одному, и рост от 50 до 70, даже 71,25. Но даже берем от 50 до 70, это 40%, даже получается более 40% потенциала роста. Соответственно, со вторым плечом это уже 80% получается роста. Также хотелось бы отметить, что не только, допустим, можно использовать данную валюту чисто для спекуляций. Именно, допустим, покупать американский рубль против российского рубля. Здесь также и необходимо открывать свои торговые счета. Или, допустим, если они у вас уже открыты, то переводите в другую валюту. Допустим, вы открыли торговый счет нашей компании FreshForex в российских рублях. И занимаетесь трейдингом. И, соответственно, вы, если, допустим, переведете свой торговый счет в американские доллары, то есть в американской валюте будет ваш торговый счет, то вы будете получать больше доходов. Потому что девальвация рубля, которая будет, она в итоге будет съедать вашу прибыль. Соответственно, вы будете получать меньше доходов. А если вы, допустим, будете находиться в американской валюте, тогда вы будете зарабатывать не только на своих торговых операциях, но также и непосредственно от изменения котировок пары американской валюты к российскому рублю. К евро росту также будет, но к евро росту будет меньше, потому что евровалюта слабая. Поэтому здесь наиболее эффективные спекуляции проводить именно в данной валюте. В данной валютной паре доллары к российскому рублю. То есть потенциал роста приличный, поэтому вот в ближайшие две недели можно ожидать разворота рынка, начиная с сегодняшнего дня и до 30 апреля, 29 ФРС, 30 ЦБ РФ и, возможно, уже завтра, допустим, будет разворот. Возможно, подождут до конца месяца 30. Но и даже если мы сейчас откроемся на текущих отметках 49,50, то сильно вниз мы тоже не уйдем, потому что от бюджетной модели Минфина мы очень сильно отклонились. Соответственно, правительству Российской Федерации это невыгодно. Я не буду давать команды Центральному банку, чтобы как-то все эти вопросы корректировать, чтобы меньше брать средств из резервного фонда, чтобы был меньше дефицит. Поэтому отклонение очень сильно от бюджетной модели, поэтому я думаю, особо сильно вниз мы не уйдем. Возможно, будет еще, допустим, 48 ровно, но особо сильно тоже для нас это не скажется негативно, потому что даже если мы зайдем по 49,50, 48 ровно, это 1,5 рубля против нас и ждем 70, то есть это 20 рублей в нашу пользу. То есть соотношение риск-доход очень хорошее. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, Александр, может ли рубль просесть только к осени, когда нужно будет вплачивать внешние долги в большом объеме? Мурат, вы знаете, я думаю, что рубль просядет уже начиная с конца апреля, с начала мая, будет проседание, и к осени мы как раз увидим эти отметки 70. Так, это встряхнет паникеров, кто напокупал себе подушку, сейчас побегут сдавать в банки, фиксировать убытки, банки валюту получат. Потом толпа с ног бежит. Алексей, вы в целом совершенно правы, потому что паника уже есть. Очень много у нас и бежит людей в обменники, и действительно вы совершенно правы. Потом будет обратный процесс. Вспомните на панику декабрьскую, когда люди побежали в обменники. Тогда курс у нас был 78, в обменниках был по 90, брали люди по 90 долларов, думали, что все, рублю конец. Хотя ЦБ ставку поднял, то есть законы макроэкономики говорят о том, что рынок будет разворачиваться. Пускай даже и сейчас в течение пары часов рынок идет против этого закона, все равно рынок это отыграет. 17 декабря, тем не менее, была просто гигантская паника, евро брали по 100, то есть брали все, что можно, в итоге что получили? И сейчас по 50 сдавали обратно. Соответственно, по 50 сдавали обратно, вот уже рынок будет разворачиваться и пойдет опять против них. Так, сегодня-завтра саудиты увеличат добычу. Вот, вы знаете, я про саудитов не слышал, честно говоря, но если они добычу увеличат, так, сегодня-завтра увеличили. Если они увеличат добычу, то это еще больше будет давить на нефть. Александр, предполагаете, 40-45 мы не увидим? 40, я думаю, не увидим, 45 теоретически возможно, но шансов, на мой взгляд, крайне мало. Так, да, но у вас свой курс доллара в компании, так что вряд ли так выигрыш путем перевода в доллары своего счета. Ну, смотрите, Олег, мы говорим сейчас о долгосрочной тенденции, то есть 50 плюс-минус там некоторые отклонения на этот курс, все равно курс в итоге будет гораздо ниже, даже если все переводы по внутренним курсам, чем, допустим, 70. Он будет там 52-53. Все равно вы очень сильно выиграете от этого. Тренд у нас вниз по российской валюте. Сейчас назрело время для того, чтобы заходить в этот тренд. По рублю невыгодно торговать. Комиссия спред, своп очень большие. Невыгодно только интродэ и имха. Александр, вы знаете, выгодно торговать по рублю, когда есть хорошие тренды. Тренды намечаются сейчас очень хорошие. Тренд был вниз по российской валюте, ну, в смысле, тренд был вверх по российской валюте. Очень хороший тренд был выгодно. Сейчас намечается тренд вниз, поэтому на больших трендах всегда очень хорошо торговать. Зря вы так думаете. А возможно ли взлет рубля до 78? Алексей, вполне возможно. Если нефть будет 40, то посчитайте. Вот, допустим, если у нас нефть до 40 долларов по марке Юрлс, а бюджетная модель у нас заложена на 3370, как мы говорили, получаем 84 рубля 25 копеек. То есть, это гораздо выше, чем 78. Вы сами торгуете по рублю. Что касается меня лично, то я вот именно торговать по рублю не люблю. Я единственное, что сделал, все свои сбережения уже перевел в американскую валюту. То есть, сходил в обменник, перевел сбережения, потом сходил в банк, открыл долларовый вклад, чтобы еще получить небольшой процент. То есть, потому что в том банке, в котором я открывал вклад, там очень широкий спред, очень невыгодный курс. Поэтому я сначала в один банк сходил. Все свои рублевые сбережения, которые у меня только были, то есть сейчас у меня рублей вообще ни одного рубля не осталось. Все мои рублевые сбережения, я как раз когда ЦБРФ ставку поднял до 17%, тогда открыл рублевый вклад. И как раз рассчитывал на то, что до 1 апреля буду сидеть в этом вкладе в рублевом, то есть буду пересиживать коррекцию. Вот 1 апреля вклад благополучно у меня закрылся. Я получил, скажем так, наличку. И в итоге сидел, ждал некоторое время, ждал хороших уровней. И вот в итоге обменял все свои рублевые сбережения. И сейчас буду уже пересиживать в долларах, поэтому все свои рубли я поменял. Получается, я тоже торгую, только лишь торгую с плечом 1 к 1. Просто я торгую другими инструментами. Мне не нравится российская валюта, я торгую другими инструментами. Основными валютными парами, там золотом, американским S&P 500. Поэтому я вот зашел с плечом 1 к 1. Сейчас у меня в данный момент ни одного рубля нет, только небольшое количество рублей в моем кошельке на текущие расходы. Вот и все. Все остальные рубли я поменял. Так, где ставить стоп по рублю, если сейчас войти? Что касается стопа, если вы заходите в соотношение 1 к 1, то стоп можно вообще не ставить. То есть все свои рубли, допустим, перевели на доллар. Если вы заходите с плечом, там 1 к 2, 1 к 3, то, на мой взгляд, стоп лучше поставить на отметке 40. Приношу свои извинения. 40 рублей за доллар. То есть здесь стоп. Получается стоп от текущих отметок 9,5 рублей. И ждем на достижение 70. Первая цель и вторая цель 84. Так легче и выгоднее купить на фондовой бирже валютную секцию по биржевому курсу. И в том числе можно и так для физлиц. Доступ открыли с 1 января. Единственное, что мало очень брокеров, и в маленьких городах этот доступ вы не получите. То есть там обычно эти фондовые брокеры этим занимаются, поэтому здесь не все так просто. То есть крайне мало брокеров, даже большие банки наши, тот банк, который всегда рядом, самый большой банк в России, даже он не предоставляет доступа для покупки валют на валютной секции Московской биржи. Поэтому крайне мало брокеров там торгуют, поэтому здесь тоже не так все просто. Поэтому можно искать и другие инструменты. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Мы завершаем наш вебинар. Желаю всем успешной торговли, успешных инвестиций, отличного настроения. До новых встреч. Продолжение следует...